Здравствуйте! Сегодня на обед я готовлю мясную сборную солянку. Это одно из самых любимых блюд не только моей семьи, но и моих знакомых, и моих родственников. И поэтому я солянку готовлю очень даже часто. Рецепт у меня очень-очень простой. И по этому рецепту я готовлю такой наипростейший рецепт. Но вы не подумайте, что это единственный рецепт. Нет, это не единственный. Но сегодня вот такой вот самый-самый простой. Я использую этот рецепт обычно после праздника. После такого хорошего застолья, когда остается нарезка колбасы, буженины, ветчины, особенно когда копченые колбасы, сервелат. Вот, допустим, сейчас у меня что осталось? Ну, одна сарделя у меня есть, да? И у меня есть вареная колбаска осталась, нарезка буженинка, ветчина и сырокопченая колбаска. Ну, еще у меня есть сервелат, я буду еще добавлять. Так, это же все не выбросишь, да? И можно просто, конечно, делать бутербродики и скушать. Но можно сделать очень вкусную соляночку. Прежде чем, конечно, я буду все это нарезать, я сварила бульон. Значит, классический бульон, естественно, варится на чем? С говядиной, со свининой, да? Говяжья там, допустим, грудка или говяжья лопатка. Вот. Но у меня, опять-таки, немножко нестандартно. У меня был кусочек курочки, и поэтому я сварила бульон из курицы. Итак, я сварила куленый бульон. Сюда я клала что? Лук, красный перец горький. Я сейчас вам покажу. Вот такой перчик горький красный я клала. Вам, чтобы было видно, сейчас сюда положу. Одну луковицу большую, она полностью уже разварилась у меня. Два лавровых листика. Все это я вынимаю. Так, сейчас надо это все вынуть. Два лавровых листика и куриное мясо. Значит, теперь я все должна вынуть. Мясо вот это. А бульон я сейчас процежу. Хочу показать, что бульончик у меня прозрачный, чистенький. Без всякой химии, чтобы вы видели. Я его процеживаю. Нарезаю соломкой огурцы. Огурцы у меня маринованные. Не бочковые, а маринованные огурцы. Банки. Одна луковица, одна морковочка, кусочек сельдерея или маленький корешок сельдерея. На небольшая петрушка. Все натираю на крупную терочку. Я в небольшую кастрюлю налила не полный стакан водички. И сюда высыпаю все огурчики, которые я нарезала. И сейчас пропущу в водички. Буду, поставлю на плиту. Разогреваю сковородочку. Наливаю растительное масло. Немного наливаю, чуть-чуть. Затем выкладываю лук и обжариваю его слегка. Где-то минут 7-5-7 минут. Ну, не обязательно до золотистого цвета. Итак, пока пассируется лук, я нарезаю куриное мясо на такие маленькие кусочки. Слегка обжарила лук. Добавляю морковочку. Одна штука сельдерей, кусочек сельдерея. И одна маленькая петрушка. Все идет в корешках. Чтобы все хорошо протушилось, я добавляю одну-две таких поварешечки. Это уже бульон. Бульон куриный. Колбасу, буженину, ветчину я нарезаю тонкой такой, как бы стружкой. Также тонко нарезаю и сарделечку. Лук, морковочка протушились. Я добавляю огурчики вместе с этой водичкой, где они тушились. Все это вот так вот размешаю и добавлю пакетик пасты томатной. Две столовые ложки, да, по рецепту? Ну, так оно где-то и есть. Две такие столовые ложки. Добавляю пасты. Все размешиваю и довожу до готовности. Это сколько будет по времени? Минут 10, максимум 15. Вообще 10 минут больше не надо. Итак, через 10 минут я ставлю бульон на плиту и выкладываю всю тушеную смесь в этот бульон. Когда я все выложу, я довожу бульон до кипения. Выкладываю, естественно, все мясо, которое я нарезала на кусочки. Колбасу, ветчину, все это я выкладываю в бульон. Довожу до кипения. По желанию можно добавить огуречный рассол и маслины. Я, допустим, огуречный рассол не добавляю, а вы можете добавить, если хотите. И так все закипело, я с огня буду снимать. Петрушка с моего огорода. Кладу лимончик и сметана. Учитывая, что это домашняя солянка, у меня здесь нет строгой рецептуры, поэтому рецепт я не даю. Вот вы видели, что я клала в бульон? Этого достаточно. Тут нет такой строгой рецептуры. То, что у меня осталось, то, что у меня было на сегодняшний день. Теперь я хочу сказать пару слов в отношении соли. С соли нужно быть очень и очень осторожной. Для меня и моей семьи хватает той соли, которая есть в колбасе, в огурцах. Я не солю эту солянку. А вы можете и поперчить, и посолить. Перец я кладу только в бульон, когда варила мясо. Там перец горошком горький и перец красный. И лук. Там был, да? Вы видели. А все остальное, вот если вам мало соли, кладите больше соли. Я всем желаю приятного и хорошего аппетита. И всего самого доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok